Ни одного барбершопа на Нивках. Район свободный от лицемерия. Героиновые наркоманы стоят в очереди у аптеки. Из ада Палыча вываливаются в космос алкаши. Грузины дерут цены на овощи. Ржавые ежи смотрят из пустов. Ни Диснейленда тебе, ни Гарри Поттера. Все видели твою улыбку, но я понял по твоему мужественному сосредоточенному лицу, как же сложно быть геем во время войны на Нивках. Станция Вавилон. Художники-политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите голоса четверых поэтов, трое из которых – редакторы, а четвертая – доктор. Это фрагменты записи поэтических чтений в латвийском городке Азовники в саду резиденции для писателей, которая относится к организации «Литература без границ». Ею руководит поэт, переводчик, критик и издатель Дмитрий Кузьмин. Он не раз был гостем радио «Свободы». После 24 февраля пишет колонки для нашего сайта. А в Латвии уехал в 2014 году после аннексии Крыма. Ему первое слово. Фейсбук с утра сообщил, что исполнилось пять лет следующему стихотворению. Людям с прекрасными лицами удобно заламывать руки. Людям с прекрасными лицами несложно вломить дубинкой. Если достаточно сильно лицо исказится, оставаясь прекрасным, людьми с прекрасными лицами можно битком набить автозак. Они там споют немало прекрасных песен. Людям с прекрасными лицами помогут лучшие адвокаты. Люди с прекрасными лицами выйдут условно-досрочно. Лица слегка посуровивают, ведь это не санаторий. Даже дальстрой и вятлаг не испортили лиц дожившим. Жить надо долго, надо детей и внуков. Кто-то из них увидит, как оно будет. Свинорылый спецназ займет лубянку с Кремлем и стекляшку в Ясенево. Новый вожак, похожий на крысу, объявит о переходе к новому курсу. Дальше тоже не очень новое стихотворение, которое я обязан прочесть, как в дань, так сказать, стране-хозяйке Латвии. Цкуйский кабак стоял у переезда железной дороги. Рижский 6-й пехотный полк гнал к метаве русскую армию Бермонта. Этот бой был не за кабак, а за переезд. С латышской стороны погибло 16. Одного из них звали Алексей Иванов. После войны кабак закрыли и перестроили в школу. 16 латышам, в том числе Иванову, поставили памятник. От школы до памятника посадили аллею 16 лип. Теперь школа заброшена. Памятник поставлен заново. Липы тоже пришлось посадить заново. Они уже вымахали ростом с латышского выпускника. Но от солнца под ними пока не укрыться. Так что приехавший на велосипеде подросток сидит за памятником. Слушает плеер. Что-то пьет из жестянки. Смотрит, как я читаю сопроводительную табличку. Дождавшись, пока я уйду, выходит из-за памятника и тоже ее читает. Сколько погибло с русской страны, история не сохранила. Впрочем, воевали у Бермонта почти исключительно немцы. Небольшой комментарий ко второму стихотворению, где поэт сознательно переводит исторический пафос в иронический регистр. Речь идет о событиях осени 1919 года, о битве за Ригу между русско-немецкими войсками под командованием генерала Бермонта и латвийской армией. Дело закончилось победой латышей. Если коротко, этот поход был одним из эпизодов гражданской войны и последствий Первой мировой. Победа латвийской армии стала одним из оснований независимости Латвии. Ну и парочку еще уже относящихся. Ну хотя это все в общем одно и то же. Мама ушла на пенсию из ФСБ. Вспомнила про 20-летнего сына. Давай, говорит, погуляем. Соскучилась. Давно не было времени. Пошли по морозцу. Куда-то зашли. Давай, говорит, возьмем кровь на анализ. Проверим тебя на наркотики. Папа вернулся из командировки. Ездил в столицу по адвокатским делам. Позвонил 19-летнему сыну. Нашел, говорит, твою куртку. Помнишь? С ушками. Оставить тебя. Оставь, пожалуйста. Перезвонил на завтра. Твою куртку уже подобрали. Ушки бомжу идут больше, чем тебе. Бабушка вышла из кухни. Неожиданно ткнула в бок 18-летнего внука. На проходе из ванны кинул стирку трусы. Ну-ка дай понюхать. Дрочишь, небось? Повернулась к его семилетней сестре. Ну-ка брось тетрадку. Нечего делать уроки. А то будешь такой же, как наш урод. Дедушка так и не вылез из бункера. Построил себе дворец. Да так и не пожил. Мешает вся эта школота. Ничего ей надо. Чего не сидится дома. Под крылом мамы, папы и бабушки. Выросли ведь при мне. На семейных ценностях. В стабильной стране. Кто же это сейчас заплачет о детях своих и не захочет утешиться? Ибо их нет. Еще одно эпиграф. Исшествие Бродского вдоль панелей и цинковых крыш. А внутри там группа люмен. Это почти то же самое с поправкой на эпоху. Родина к одним посылает туристов с секретной отравой. Других снимает с летящего над ней самолета. И пока она занята большими делами, звенит последний звонок. Выпускники становятся в круг. Руки кладут друг другу на плечи. И поют, качаясь. Когда тебя не слышат, для чего кричать? А потом разъезжаются по домам искать на бедрах или предплечьях свободное место для селфхарма и мастурбировать в анонимных видеочатах. Потому что Родина у них дома, за стенкой. Холодильник откроешь, а там две полки еды, которую папа велел не трогать. Сынок, это Родина. Выйдешь в прихожую, там собака. Мама ей повторяет, какая она красавица. Не оборачивайся. Сынок, это Родина. И если даже стримить начнут по всем телеграм-каналам безумный уверенный свист и не на что вызвать Убер и все билеты по паспорту. И пандемия покончила с автостопом. Родина никогда не предаст тебя, сынок. Она и хотела с самого начала извести тебя секретной отравой, подставой снять с самолета. Просто пока она занята большими делами, есть еще немного времени, чтобы сдаваться или нет. Дмитрий Кузьмин переводит стихи с нескольких языков и занимается украинской поэзией больше 20 лет. Связан профессиональной дружбой со многими украинскими поэтами. Ни в один язык не сможешь это вместить. Писать про войну, это словно глотать колючую проволоку медленно по сантиметру. Обнимать во сне противотанкового ежа голыми руками-ногами. Стальные слова настойчиво ввинчивать в раздробленные косточки утра. Вылушивать из слов, как из гильз, смерть черную чечевицу, боль свинцовой горох. Пить из луж, то оглушительней грохот, то густую красную птишь. Тычешь всюду язык, будто грязный палец в рану. Удостовериться и удостоверить. Так достоверно скажет про воду разбитый графин. Удостоверит сломанный радиоприемник тайну электромагнитного импульса. Реальность вскипает красным молоком. Убегает, оставляет на плите темный след. Пустая кастрюля поэта во рта беспомощно шипит и шкварчит, покрывается черной коркой. Каждый поэт, выпускник школы бессилия, не усвоивший ни одного урока, зная, что хлипкий наш челн, набирая молчание, грузнят все глубже. Стоя в нем, все машем и машем, языком словно жезлом, надеемся разделить это море отчаяния надвое, перейти по дну его, словно посуху на тот берег войны. Боже, ты же знаешь прекрасно, лишь на два дела годится язык поэта, петь о смерти и о победе. Тогда и же нам, Боже, языки железные, чтобы мы вылезали начисто этот асфальт, не оставив ни следа врага, не оставив ни пятнышка крови. Обойдя только трещинку, из которой уже лезет упрямо дулстый зеленый. Продолжим украинскую тему. Первая книга в новой издательской серии Дмитрия Кузьмина – это «Избранные стихи» Юрия Тарнавского, классика неподцензурной украинской эмигрантской литературы. В 1958 году он основал Нью-Йоркскую группу украинских поэтов и был редактором журнала «Украинской поэзии». Первая книга военного времени, первая книга серии поэзии Украины. Юрий Тарнавский. «Ураны есть имя». «Избранные стихи» 55-22 года, изданная в начале этого года к 90-летию автор. Ну, давайте просто наугад где-нибудь откроем. Третий романтический ноктюрн. Лежит тяжелая голова ночи на белой подушке луны, И звезды движутся, как люминесцентные стрелки, По круглому циферблату неба. В полутемных спальнях свершаются тишком Любовные акты, как запланированные убийства, А во мраке, собравшемся за дверьми, Ножи со звуком поцелуя отрываются от ран. 1970-й год. «Человек любит». Человек любит, как будто старается не потерять Едва слышный звук среди громкого крика, Будто пытается сохранить рассудок Среди подступающего безумия, Будто не хочет терять надежду, Когда все говорит, что ее уже нет, Словно некую вещь в кулаке Почему-то ему дорогую несет Всем вспотевшим своим существом Туда, куда ему надо спешить. Порой, закрывая веки, Или же глядя на совершенно черное, Он видит пару синих глаз, Как ручей под синим небом, Если смотреть на него сквозь две щелки, И рот слегка припухший с одной стороны От улыбки, как от укуса, И блеск золотой, как золото волос Над самими волосами, Когда на них падает яркий свет. Вторая книга в украинской серии Дмитрия Кузьмина называется «Лист перед травой». Это сборник стихов Сергея Муштатова. Вторая книга серии «Поэзия Украины» Сергей Муштатов. Автор пишет по-русски. В основном во Львове, да. Что как-то нетривиальный факт, естественно. Открою тоже наугад, Но так, чтобы это был хронологический раздел. То есть эпохи Большой войны. Это мясо мультяшное. В горах быстрая смена прогнозов. Не смотрят под ноги бывшего. Рысканья в дырах. В груди своей дубликата. Гроздь гонов, Мазута, Линий, Укрытий луча, Цифрой болота, Мётов, Аналоговые рога, Без содержания. Древесина службы, Бусы из пупсиков, Через уши продета бечёвка, Коралловый цвет носителя власти, Гарнир с татами, Причал в волосах, Русло с останками, Тьмы попадает В ту же ловушку. Возле школы, Белым, Метровые буквы, Вторая и предпоследняя, На дороге затёрта. Ш-О-А. На полставке пруд запаса, Мякоть, Знаки без зубов, Пешком, Без колючей проволоки, Прыжка, Кража, Во имя ледника, Держать вой, Большой и малый, Изнанка, Востока, В пограничье, Лепнин, Не пролазерных, В рукавичке, Кубики потерянные, Загодя, Наручная пена, Мотор, Куда-то спешит подрывник, Водопоя, В двух пальцах, Теряясь трактатом, Маятник, Лишний билет, С крючка, Отворец, Выдвижное озеро, Погремушка, Кажется, Завёрнутым в апельсиновую корку, С чем-то сыпучим, В металлоискателях, Поднятия падали, В бой, Вертикалей, Сна, Стоя, Для мулклассов, Метод безболезненного, Обезглавливания, Слов, Корзину, Броском, Семена, Новость, Многолетних дыханий, На снимок, Сверху, Песок, Так устал, Оборотов, Добавка, Малолетний плавник, Скрылся в метро, Плазмы, Заказчик, Возвращение, Радиотреска, Огню, Разрешить, Ещё раз, Спросить, Про двоятость, Дмитрий Кузьмин, Возобновил и издание, Легендарного журнала, Современной поэзии, Воздух, Текст из Украины, Но тоже написанный по-русски, Это киевский поэт Максим Матковский. Я знаю, Что быть открытым геем На базаре Нивки, Это быть смелым человеком. Быть открытым геем На базаре Нивки, Во время войны, Это быть самым смелым человеком в мире. Я не знаю, Был ли ты геем, Алёша, Но у тебя были длинные, Крашеные волосы, Лосины, И забавные зелёные туфельки. Я помню, Как пришёл на базар Нивки, В самое гетто, В парикмахерскую, Где меня всегда стригли бобищи до крови. И ты был там. У тебя было кресло в дальнем углу, И ты меня стриг. Мне казалось, Что ты меня стрижёшь долго и неумело, Что ты, Что я. О, Аллах! Но то, Что вышло в итоге, Это была самая прекрасная стрижка. Я помню, Как встретил тебя курящим Возле парикмахерской, И ты разговаривал с другими парикмахершами. Я поклялся, Что снова вернусь к тебе. О, Аллах! Быть открытым геем на Нивках Во время войны, Мужество, Подобное доисламским воинам, Как Антара Бнушадад, Который с копьём на верблюде, Совершенно голый Кидался один на вражеское племя. Ты сказал, В этот раз выйдет ещё лучше. И ты вспомнил меня. Я сказал, Что хочу постричься у Алёши. С какой же завистью Смотрели на тебя другие парикмахерши. Я думал, Тебе дали первое кресло, Но потом ты оказался на другом кресле. И тогда ты стал для меня ещё круче. Ты не перебирал креслами, Алёша. Ни одного барбершопа на Нивках. Район свободный от лицемерия. Героиновые наркоманы Стоят в очереди у аптеки. Из ада Палыча Вываливаются в космос алкаши. Грузины дерут цены на овощи. Ржавые ежи смотрят из пустов. Ни Диснейленда тебе, Ни Гарри Поттера. Злой колдун Париматч отступил. Все видели твою улыбку, Но я понял по твоему мужественному сосредоточенному лицу, Как же сложно быть геем во время войны на Нивках. Ты был, как имбирный пряник на Рождество В интернате для детей больных с коллиозом. Аллах, чудеса твои иногда проявляются в самых неожиданных местах. Я клялся, клялся, что не буду стричься снова. Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». Добрый день, говорит радио «Свобода». Радио «Свобода». Всегда вместе с вами. Литература без границ. Летнее чтение в саду. Латвия, город Озовники. Придумала это событие филолог, критик, редактор и куратор поэзии Юлия Подлубнова. Она убежденная феминистка, так что лучше сказать, наверное, редакторка и кураторка. Уехала из России после вторжения в Украину. Вот фрагмент ее выступления. Разгром журналистского центра. Прикрутите пуговицу на комбинезоне. Выкол крик ребенка. Забронируйте комнату. Пятиместный матрас с надписью «Ноги». Это черная точка дрона. У тебя между глаз поэтка. Липкая лента новостей вышла из берегов. Эксклюзивно первый пустой канал. Жучок питается документами, путая дешифровщиков в продешивщиков. Суд в России. Суд в России. Или что там еще напишет? Июльский паблик Морозов. Это поэма без конца. Встретились постгендер и постчеловек. И в мире новом друг друга они не узнали. Тут бы добавить военное положение. Традиционных сцен, настей. Но все как не о либерализме. Только одна помеха. Иди и смотри, животное. Все, что нас не убивает, убивает других. Военкор позвоночный путь. Как будто есть выбор. Не умирать. И вбор умирать. Позвонить на могильник. Выйти на бей парад. Они смотрят дождь и не смотрят на дождь. Человек молчащий. Человек фомящий. Позапрошлый человек. Человек без век. Вся эта жиропись власти. Они знают плакат наизусть. Гробницы, гребницы, гребницы, гребницы. Кто не молчал. Семейный тюремный подряд. Кто не страдал. Украинской земли 105. Первое. Вот и кончились 20 на десятые. Как оборванный воздух, ворованный кабель. Небинарные оппозиции, недоцифровизация. Квироптический вызов. Человек-велочек-очелев. В этой страшной весне выживает лишь прикосновение мимолетное к векам. Второе. Ходят тут теперь всякие. Провозглашают навес, навой. Охраняют прошлое. Настоящее прошлое. Вечный шеврон ЧВК. За могильных знамен змея. Чрезвычайных цветов. Подвеночный оскал. Третье. Ехать в Москву. Теперь означает ехать в тоску. Надражание веток метро. Начириканье пульс. Твой плакат только плакать. Твой дом культур. Твой пятилитровый стол и некому жить. Твой соседний город-герой столица мим. Четвертое. Дальше так и вертится. Дальше жить. Дальше чем никогда. Дальше голубев мох. Эмигрант Эмистран. Шубер-бубер тебе. Тихий не уезжан. От смертельной тоски. Как запас зухой жить. И, наверное, последний. Какие там леса с грибными килограммами и ягодными литрами? Какие баррели нефти и баррели нефти? Баррели ненависти и баррели нефти? Кто там выходит на митинги фрустрации, наблюдая сезоны прострации? Шоу деменции. Про рок и про поп. Про телевизоры замедленного действия. Про то, как поселят тебя в казенного ребеночка и скажут оплатить их счет за принудительную диспансеризацию. ПТСР и ПТСССР. Крестик на шее не колется. Мефедрон в полицейской руке дающий не кипит. Жалко всех, говорит Наташа. Кузнечика в траве. Белку на дереве. Жалко, повторяю, жалко. Нина и Саша в Армении. Настя в Питерском полоте. А где надежда, никто не знает. Это стихи Юлии Подлубновой. А сейчас послушаем Александра Гаврилова. В России он был директором института книги. Сейчас главный редактор издательства «Видим Букс», которое работает в Европе. Он покинул Россию в 2014 году. Москва просыпается поздно, встает под душ, ворчит, не хочет работать, идти столицей. 99 из 100 душ без образования юридического лица вообще ничего не хотят. Не спать маршру струи, не закладывать пищу в зевки кириллицы, не потягивать коллективное тело твое бездушное, немытое, мытое, душное. Хотят любви, обниматься котят и, пожалуйста, имперского величия. Москва по щиколку в переулках пахнет мокрой псиной, соловьиной пыльцой, болотной тиной, гадилаками и трусцой. Глад, блед, мор будут, может быть, позже. Трус жив, зажигается жидкое серое солнце. Жжет, что попало. Этот текст посвящен Марианне Киановской и отчасти связан с ее рассказом о том, как она ездила в зоны атома. Мальчик бежит и кричит, волки, волки, жидкая грязь на несколько раз падавшим духом. Небо набрякло, расселось, роняет, шипящие, свистящие, взрывные, согласные. Град не держится в тучах, сыплет из дыр. Люди ушли из деревни, овец доели. Мать и отец говорили, будем с тобой, обманули. Куколки, выползки, шкурки пустых обиталищ. Коз повывели, разбрелись собаки. Мальчик бежит и кричит, волки, волки. По лугам, по долам, по долгам, по донам, по верховьям. Когда фонари погасли, звезды прибавили свету. Яблони засияли пустынным белым наливом. Ягоды алым выпадом по кустам, кусты по костям. Мальчик бежит и кричит, волки, волки. Тут в шкурах серебрится луна, миллионам иголок. Псиная хвоя, морозный воздух. Никто больше не воротник. Волки, кричит мальчик, волки, волки. Мальчик, говорят волки. Мальчик, засыпай. Закрывай глаза. Бою-бой. Нет, нет, нет. Здесь у нее знакомые и подруги. Вышивка по четвергам и кружок рисования. Песни это не главное и к тому же не кормят. Все равно это будет ей по ночам снится. Как оставить разом все нажитое? Каждое блюдце искорки позолоты. Разве она перекати поле? Что наверху она уже и не помнит. Нет, нет, нет. Эвредика поворачивает обратно. На берегах черного моря мы сидели и плакали. Воды сомкнулись, но ангелы все стояли за морем глухонемые и вздымали мечи к небесам один за другим. Мы еще слышали звук плода, сорванного с этого древа в тихом саду. Помнили его вкус. Его сахаристые слезы катились по нашим лицам. Старики говорили, что тот, который нашли в Египте, тот, 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 тот был кислее и слаще и не такой горький. Где мы только не плакали, где только мы не искали. Змеи, орлы, куропатки, молчаливые рыбы, речные, гуси и пауки были нам провожатыми и открывали тайны. Огненные мечи мы видали за стеной, за проливом, за лиманом, за рейном, за гвадалквивиром. Как они освещали нам путь, мы не забудем, Господи, и Ты не забывай. На берегах Белого моря мы плакали и сидели. Райские нерпы приносили дары, рыбу и ламинарий. Руки протягивали, наших детей лобызали. Мы просили сказать, где здесь древо, познание добра и зла или иное, от которого можно поесть плодов и отправиться прочь. Но они только бусинки пялили, словно вовсе не слышали о деревьях. И небо оживало авророй, словно полюс накрыло платком, и никто не видал мечей. Стихи Александра Гаврилова. Теперь вы услышите фрагмент чтения Екатерины Хиновкер. Как я говорила в начале выпуска, она молодой доктор, работает в Израиле родом из Сибири. Семейную и современную историю затрагивает ее поэма «Мель памяти». Снег и пепел, пепел и снег, где я, где мы? Во сне, во сне, руки при мне, голова при мне. Что тут без ног человек? Человек. Пепел тает, краснеет снег. Слава тебе, семиглазый младенец, вьюга и несет от тебя человек. Венчик бел, золоченый копытца. Он, говоришь, успокойтесь одеждами белыми, малое время. Ты, говорит, сохраняйте лицо, даже если повсюду московское время. Праведных нужно до ровного счета, праведных нужно немного до ровного счета. Праведных правых и левых украдкой за уголы к стенке до ровного счета. Ты не узнаешь, в которое время тебя я как тать. В поле на мины, к полу под пулю, кое-что против тебя на тебя я имею. Хоть бы вот это жестоко расправился с первой любовью. Сердце вложил ей в ладошку и просто оставил, сука, за что. Ты же видишься вьюга и вьюга. Красная точка, смоква на пепле и черная вьюга. Трубы дымят и воняют месяцом, громыхают теплушки. Бьется и воет, гремит и работает. Сердце. Это и будет твоя, ахова решена. Ягодку, яблочко скушай, сплюнь, косточку с корнем. Зубик молочный, первой любови и первой войны. На первый аллеющий снег. Они говорят, что никто уже здесь, что он не придет и растворяется в белой пелене, напивая. Что тебе снится, крейсер Аврора, по эту сторону забора? Экспозиция Нисон. Поезд Владивосток, Москва и обратно. Поезд длинная, человека, как бревна лента. Мертвые селы, бесконечные дерева, холодушный плацкарт, март. Среднего достатка, еврейская женщина, врач и педагог, прячется за забором поджатых ног, потому что поезд маленькая страна. До войны, казалось, сосед по вагону думал о том, как в тамбуре ее обобрать и трахнуть. Сначала трахнуть или же обобрать? Может, по-тихому грохнуть? Но ничего не делал. Это была, как у нас говорится, праздная мысль. Всем это была привычная сила, а есть первобытный страх. У него глаза велики, из вертикали морали, или УК РФ. Никто не прав, да в общем, не отчего-то и хотелось. Поезд знал себе, ехал из города А до города Б. Но теперь право у них, дикое право сильных. Не поезд, а бесконечный март, ледяная степь. Не они раздирают кожу вокруг ногтей, прячут нервную сыпь. Они пировать, доставать доширак и паштет, воинторг, из апрела, крюков и чаек, кипяточек в стакан, подстаканник, витой. Мы их всех будем, будем, и дальше другие слова, от которых у юной еврейской женщины, внучки ссыльных, среднего достатка, грудная клетка становится просто клетка, переполненная нам гетто, дыбится до голова. Поезд сбавляет ход, и сосед говорит, почему не пьешь, почему не ешь, ты испортишь себе желудок, держи галету, у меня теперь чай этих пайков до лета понабрал. Улыбается, подается пожог незнакомой барышне. И как птица снежок на перроне, и такая вокруг необъятная красота. Но толкается поезд со станции, набирает ход, и опять. Свет, снег, темнота, свет, снег, темнота, Свет, снег, страх, темнота. Первое. Сон. Мы будто ждали этого всегда, Жалея наших мертвых, как детей, Заботливо держа за уголки, Баюкали коробки и альбомы, Поглаживали головы и волны одеяла, Бломки роскоши, обрывки старых писем, Пропитанные копотью и страхом, Стихами Мандельштама и Шагалом. Вот наши первые и главные игрушки, И лишь они тепломным отвечали. Знакомство в одностороннем порядке на еврейском кладбище Это твой прадед. И я подумала, как же хорошо, У него ведь нет выбора меня не любить. Мы будто ждали этого всегда, И нас тянуло с теплым молоком К невидимому прошлому тенями, И смелые, своим с хрустальным смехом Мы убивали тех, кто их убил. Мы жертвовали трепетные жизни, Кидаясь с ребрами на амбразуру, Чтоб больше наши маленькие мамы и бабушки Не плакали от страха, И обнимали бабушку и маму, Чтоб кто-то научил их обнимать за нас. А мы? А мы не родились. Добротный деревянный стул со спинкой Это тот, который не только пережил хозяев и хозяев-хозяев После чисток и репрессий, Но выдержал домашний спектакль Потомков выживших, даже в амплуат-табуретке. Нам дали имя, поносите время, Накинув родинах с чужой судьбы. За две души мы чувствуем места, В которых никогда и не бывали, Не имея плачем под чужой язык. Как соловьи предзимные на розы Мы падаем. Нам нравится о память у колодца И теплой-теплой кровью истекать и греться, Слушая, она поет. Чьи это слезы, когда автобус или самолет Снова везет меня через все границы в Сибирь. Мы будто ждали этого всегда. Мы пенка на кипящем молоке, До нулевых божественные дети. Нам дали 20 лет полюбоваться на мире время С расстояния Бога. Бог видит, но не трогает руками. А кто куда смотрел, другое дело. Ведь нас учили жить вперед спиной, Мы лили слезы по команде «Май», Заламывая пальцы коллективно, Цедя сквозь зубы больше никогда. И верили, что глупый мир спасут. Стихи и проза, музыка, быть может. Лопаткой ковыряли дерн культуры. Я ненавижу и не могу не петь военные песни. Как Несклик пили молоко рассвета И верили, что главная задача Не стать говном, не скурвиться, Не сдохнуть в родителей, не превратиться. Жить. Мы обварили губы в молоке, Мы ждали, только были не готовы. Сверни головку, золотой ребенок, Или открой глазенки на затылке, Тебе все станет ясно в тот же час. Ведь самое тошнотное, дурное, страшное В реальный первый раз увидеть. Знакомая радужка расширяется, Знакомая радужка расширяется, Знакомая радужка расширяется. Глаз в глаз. Екатерина Хиновкер из поэмы «Мель памяти». Поэтические чтения в Озовниках, Латвия, В саду организации «Литература без границ». С вами была Елена Фанайлова, Станция «Вавион». Слушайте новый выпуск каждую субботу В приложениях Apple и Google, Spotify, На сайте Радио Свободы, В разделе «Подкасты», А также в нашем Ютьюбе. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok